Пока бизнесмены и чиновники не могут решить, быть или не быть заводу фиросплавов в нашем городе, красноярские экологи предлагают подумать о том, что мешает нам нормально дышать уже сейчас. Исследователи опубликовали доклад о загрязнении воздуха в Красноярске. Влада Копыловская сравнивала цифры и выслушала мнение, а можно ли что-то сделать с этим уже сейчас. Это свежие данные загрязнения воздуха в городе от красноярских метеорологов. Здесь можно увидеть, что на прошлой неделе сразу несколько районов страдали от высокого содержания этилбензола, а Ленинский еще и от формальдегида. Специалисты берут пробы воздуха круглые сутки с восьми стационарных постов. Говорят, превышение фиксируют то тут, то там, по всему городу. Поэтому выделить самый чистый район сложно. Многое зависит от того, куда дует ветер. Рейтинг районов с самым грязным воздухом за последние полгода открывает центральный район. На втором месте, как ни странно, железнодорожный, за ним Ленинский. Хотя, отмечают специалисты, даже десятки лет назад ситуация складывалась не лучше, чем сейчас. Уровень загрязнения в городе Красноярске очень высокий. Однако, высокого загрязнения существует такое понятие, как высокое загрязнение каким-то веществом. То есть, когда максимально разовая концентрация превышает в 10 раз установленный норматив. Вот в городе Красноярске за последние 5-10 лет такого превышения мы не наблюдали. В советское время было такое, что по сероводороду, по-моему, в 10 раз или по какому-то другому веществу наблюдалось. А сейчас нет. Красноярские экологи приводят другие цифры. Индекс загрязнения воздуха в Красноярске. Он рассчитывается по 5 главным отравляющим веществам – 23 единицы. Для понимания, более-менее комфортно дышится при 14. Но, что интересно, в том же непромышленном Минусинске этот показатель тоже очень высокий. Специалисты объясняют это тем, что изменились источники загрязнения. За последние 5-7 лет увеличение выбросов идет только по автотранспорту. Другие источники загрязнения, атмосферного воздуха, стационарные источники, уменьшают свои выбросы в абсолютном и в относительном количестве. Свои слова экологи подтверждают исследованиями. Несложно посчитать, что с начала 2000-х автомобильных выхлопов стало в три раза больше. Чиновники делают ставку на 4-й мост, он разгрузит магистрали. Но ждать его еще три года. Пока же в администрации начать решили с городского транспорта. Сейчас на линию автобусы выпускают только после замеров выхлопов. Вместе с тем экологи предлагают и альтернативные методы. К примеру, говорят они, если перевести ТЭЦ и ГРЭС, а это около трети всех городских выбросов, с угля на газ, то загрязнять воздух они будут вдвое меньше. Кстати, тотальную газификацию планируют затеять и краевые власти. Но чтобы полностью перевести все котельные на газ, потребуется больше десятка лет.